Всем привет, друзья! Сегодня я вам расскажу о колясочке от немецкой компании MUN. MUN вообще, на самом деле, друзья, очень достойный бренд. Он в таком среднем ценовом сегменте находится. Вот, немножечко не дотягивает до премиум сегмента, но на самом деле совсем чуть-чуть. Вот, в остальном, вот как-то вот такой средний ценовой сегмент они заняли. В нем, собственно, и сидят очень уверенно и хорошо. Тем более, сейчас куча акций всяких. По ссылке внизу в описании пройдите. Там на текущий момент, посмотрите дату выпуска этого ролика, идет очень вкусное предложение. Оно очень частое предложение бывает на этот бренд. Сейчас конкретно идет, пройдите, посмотрите. Я не знаю, когда вы будете смотреть этот ролик, если там через полгода, оно может быть уже не актуально, друзья. Поэтому имейте в виду. Вот, по ссылке проверяйте наличие всяких акций, они бывают часто. Рассмотрим мы с вами Ressia S колясочку. И это немецкий бренд. Напоминаю, перед обзором вкратце самые главные технические характеристики вам назову. Будем рассматривать комплектацию 2 в 1, друзья. Вот. Гарантию производитель дает 3 года. Это такая сильная сторона этого бренда, потому что они отличаются особой надежностью, друзья. Это действительно очень крепкие коляски, которые очень-очень малый процент обращения в сервис имеют. Вы можете прийти, обслужить ее в сервисе. Вам все смажут. В общем, по надежности ноль вопросов к этому бренду. Действительно, очень классные колясочки. Смотрите. Это такой хороший всесезонник, вседорожник колясочка. Вес у нее 12,3 кг с люлькой и 11,9 кг с прогулочным блоком. Чуть позже мы на него посмотрим. Наклон в прогулочном блоке у нас 120-170 градусов. С рождения до 4-5 лет приблизительно можно использовать коляску, потому что 22 кг она выдерживает. 57 см колесная база. Вы везде в самый даже никакущий лифт заедете, у которого уже двери провисают. Все равно зайдете, потому что это узкая коляска. 77 на 32 см. Очень большая вместительная люлька. Вот. Это вот такие базовые характеристики. Точные по ссылке внизу в описании пройдите на ферстбаге магазин. Там все в детально, в сантиметрах, в миллиметрах все увидите. А мы начнем изучать сверху вниз, друзья. Что касается материалов. Ноль вопросов к этим материалам. Очень приятные тактильно ткани. Очень износостойкие. Они водоотталкивающие. Естественно, под дождем долго будете промокнете. Но какое-то непродолжительное время оно влагу держит. Вот. Они непродуваемые. Это стопроцентно. С этим все хорошо. Также вот видите, в козырьке у нас есть бортик, который можно убрать. Есть тоже бортик, чтобы меньше задувало ребеночку. Сейчас к нему вернемся. Что касается козырька. У нас здесь есть дополнительная секция, которую мы вот так открываем. И делаем козырек еще больше. Он падает у нас глубже. Соответственно, защищает ребенка лучше. Также у нас здесь есть возможность вот так вот открыть и проветрить летом, если это будет нужно. Очень прикольная опция в жаркое время или в южных регионах. Как по мне, козырек здесь отличный. Просто 5 баллов. Также для южных регионов или в летнее время года есть вот такая прикольная опция. Можно открыть вот эту секцию и, соответственно, спокойно все там проветривается в ребеночка. Также у нас здесь есть такая накидочка, которая крепится у нас на замочке. Не нужно ее снимать. Просто с одной стороны открыли. И как калиточка у нас доступ к ребенку образовался. И, друзья, огромная такая сильная сторона бренда Moon. В старших моделях у них используются просто шикарные матрасики. Видите, они даже запакованы. Их мы не открываем никогда в магазине. Но я уже его щупал, естественно. Очень классные, дорого сделанные, качественные матрасики. Прям дышащий материал. Просто 100-бальный. Вот. В общем, все хорошо. Жесткое основание. У нас единственное, здесь не деревянное, а пластиковое ровное дно. Поэтому, кто пластик не любит, сорян, здесь пластик. Но на самом деле это все ерунда. Дно должно быть ровное, жесткое. И это самая главная задача у основания люльки. В общем, с люлькой здесь все очень хорошо, друзья. Люлька отличная. Так, давайте посмотрим, есть тут ножки. Да, ножки есть. Смело ставим, не боясь ее как-то повредить. Так, а теперь давайте посмотрим на прогулочный блок, друзья. Чтобы поставить прогулочный блок, нужно снять вот эти вот адаптеры, так называемые, высоты. Они ставятся, когда нужно поставить люльку. Она их поднимает, люлечку повыше. И только на них, собственно, и ставится люлька. Для сидения прогулочного блока этого не нужно. Вот видите, какой он в компактном виде. Ну, давайте, например, против хода поставим. Естественно, и по ходу, и против хода все это дело можно ставить. Так, друзья, вот 170 градусов и 120, о которых мы говорили. Тоже, в принципе, окей, ребенок нормально сидит, ничего его не напрягает. Козырек у нас также с дополнительной секцией, достаточно большой. Смотрите, когда мы наклоняем колясочку, козырек уходит вместе с спинкой. И я бы докупал сюда на зиму хорошую зимнюю накидочку на ножки, чтобы закрывать ребенка полностью. С этим вот такой момент, друзья. Также есть смотровое окошечко. Все на магнитиках. Закрывается крышечка. Все здорово. Так, сам блок у нас с высокой спинкой. Пятиточечные ремни, что касается безопасности. С мягкими, действительно, плотные мягкие накладочки. На паховой зоне тоже есть. И то, что мы уже редко встречаем, перемычечка от бампера до сидушки между ног у ребенка. Это уже такая музейная редкость, на самом деле. Редко можно встретить. Но здесь, друзья, есть. Также, естественно, у нас подножка регулируемая. Как без этого всего? Само собой. Так, что касается рамы, друзья. Начнем с ручки. Ручка у нас здесь телескопическая. Регулируется вот таким образом. Это хорошо, потому что, когда ручка телескопическая, при высоком росте, с длинными ногами, мы можем поднять ее и отодвинуться дальше от коляски и не пинать ее ногами при быстрой ходьбе. Здорово, здорово. Ручка и бампер у нас обиты эко-кожей. Сделано все так ромбиком. Классно. Прострочечка ровная внутри. В общем, дорого-богато. Я думаю, еще чуть-чуть, и они скоро попадут уже в премиум сегмент. Потому что сделано действительно достойно. Так, друзья, что касается рамы. У нас здесь хороший, достаточно глубокий багажник. Надувные колеса. Неплохая, действительно, неплохая амортизация. Колеса передние блокируются. Чтобы можно было совсем какое-то тотальное бездорожье покорять. Вот. Тормоз у нас здесь ножной. Но, чтобы снять тормоза, нужно снизу подтолкнуть. Поэтому вот этот момент имейте в виду. Я бы где-нибудь в Максидоме или в Леруа Мерлене в мебельном. Даже на кассах там есть такие мебель-дверцы, чтобы не хлопали. Есть такие войлочные наклеечки. С обратной стороны приклеили. И, собственно, там будет мягенько. И ваша обувь не будет портиться. Вот такой момент я бы посоветовал. Колеса надувные, едет мягенько, приятно. В общем, ощущается коляска классной. Походка у нее, скажем так, дорогая. Так. Давайте теперь попробуем сложить ее. Для того, чтобы сложить, здесь у нас внизу есть рычажочек и кнопочка. И вот так вот, собственно, складывается. Для полноразмерной, большой, внедорожной коляски, вседорожной, назовем ее так, в сложном виде, чтобы она была такой плоской, это, на самом деле, музейная редкость, друзья. Поэтому, вот, ну, очень круто они сделали. И если нужна компактность вам в полноразмерной коляске, вы здесь это можете получить. Так, мы сейчас сложили ее, видите, против хода движения. Давайте теперь попробуем ее сложить по ходу движения. Я, если честно, не помню, по ходу движения она так же складывается или нет. С вами вместе и попробуем. Ну, почему, либо и нет. Должна вроде сложиться. Все, вот так это делается. Щелчок, щелчок. А, ну все, то же самое абсолютно происходит. Поэтому в обе стороны она складывается вместе с блоком. Очень круто, на самом деле. Часто бывает, что только по ходу или только против хода. А здесь, пожалуйста, и так, и так. Так, что касается комплектации, друзья. Здесь, на самом деле, она сильно нас не балует. Только адаптеры для установки люльки группы 0+. Автолюльки имеется в виду. Есть у расцветки Ocean. В остальных нету. Поэтому имейте в виду. Комплектация здесь такая скромная. Ну, все по-немецки. Все нужно докупать. Чем дороже бренд, тем меньше вам дадут в подарок, на самом деле. Но, на самом деле, здесь все не так дорого. Очень конкурентоспособная цена. По ссылке внизу пройдите, посмотрите. А я, собственно, в заключении могу лишь только порекомендовать не пройти мимо этой коляски. Потому что очень достойный бренд. Действительно, бренд хороший. За него не стыдно. Продавать не стыдно. Человеку продал. Ты знаешь, что у него все хорошо. Они не ломаются. Очень беспроблемные, короче, коляски. И люди, действительно, очень довольны. Третий хозяин, второй хозяин тоже горе не знают. Поэтому, почему бы я вам ее смело не рекомендовал, как говорится. Ну, есть вопросы, задавайте в комментарии. Ссылка внизу есть, повторюсь. Можете там пройти, заказать. А я лишь хочу пожелать вам сделать хороший, грамотный выбор коляски для вашего ребенка. И удачи на дорогах. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok